В Люберцах подвели итоги года по футболу. Там награждали и детско-юношеские команды, которые приняли участие в открытом первенстве округа, посвященному памяти директора спортивной школы «Звезда» Валерия Товкача. На церемонии награждения работала наша съемочная группа. Люберцы действительно территория спорта. Все больше и больше она становится территорией футбола. Мы и дальше будем строить новые физкультурные объекты, реконструировать существующие поля для того, чтобы вам, ребята, было комфортно заниматься и хотелось этим заниматься. С мая по октябрь в городском округе Люберцы прошло несколько крупных соревнований. Одно из них – открытое первенство 2023 среди детско-юношеских команд. Победителем в детской категории 2012-2013 годов рождения стала команда из школы Олимпийского резерва «Отделение «Звезда». Футболисты отыграли 18 матчей и обошли 9 соперников. В этом году мы не добрались сначала на зимнем первенстве до первого места. Заняли второе. Я думаю, мы учли ошибки просто зимнего сезона. Эту победу мы хотели бы посвятить нашему покойному директору Товпичу Валерию Николаевичу. Также награждали и особо отличившихся игроков. Данила Маргун занимается футболом 6 лет. Играет за команду «Торпеда Люберцы» под номером 10. Он стал лучшим нападающим по итогам 2023 года. Я очень люблю футбол и хорошо тренируюсь. Из-за этого я получила лучшего игрока. Для меня это стало неожиданностью. Я очень рада, для меня это очень важно. На всех стадионах городского округа за этот год приняли участие 62 команды. Проведено 360 игр, а число участников достигло отметки почти в 1000 человек.